Дорожные ковбои Андреас Шуберт, быстренько проверим, работает ли освещение. Я проверяю его каждое утро, это очень важно, особенно если остановит полиция. Благодаря такому яркому освещению машина хорошо заметна на трассе. Именно поэтому я установил столько фонарей. Здесь вопрос безопасности. Но сейчас не все лампочки горят, и это меня раздражает. Выходные я всё проверил, убедился, что все светодиоды работают. Нужно как можно скорее её починить, потому что так не разрешают ездить. Когда освещение не работает, на машине ездить нельзя. Кто бы мог подумать. Сейчас мы едем на склад. Загрузим древесину и направимся в Италию. Это примерно тысячи километров к югу. Точный адрес места доставки я узнаю только когда заберу груз. Наверное, где-то в Анконе, Риме, или Пискаре. Из Тегернзе к Адриатическому морю. Дальнобойщик Андреас Шуберт едет по своему любимому маршруту. Но едва преодолев границу, оказавшись в Тироле, он останавливается. Причина — дешёвая солярка. Ежемесячно мои шесть грузовиков расходуют много солярки. И даже такие, казалось бы, мелочи к концу месяца вливаются в приличную сумму. Сейчас в мой бак заливается чёрное золото. Отлично. Вот так. Да. Приболел немного. Только этого мне не хватало. Заправился на 778 евро. 550 литров. По 1 евро 41 центу за литр. В Германии топливо стоит 1,5 евро. Сами считайте. На 8,5% больше. Это большая разница. Он прав. Андреас сэкономил 49 евро 51 цент. И теперь продолжает путь через Ахинский перевал в Инталь. Дорожный ковбой хорошо знает эту дорогу. Он часто возит древесину на Адриатическое побережье. Это выгодные для Шуберта рейсы. Древесина пользуется здесь стабильно высоким спросом. Несмотря на то, что это привычный рейс, не всё идёт гладко. Моя очередь подойдёт примерно через час. Древесина ещё не высохла, она пока в сушильной камере. Из-за этого весь мой график сдвинется. Но ничего не поделаешь. 8 часов утра. А вот у дальнобойщика Мартена Нотельмана пока всё хорошо. Сегодня у него особенный день. 29-летнему шофёру предстоит везти особенно важный груз. Но сначала ему нужно загрузить поддоны, каждый из которых весит 20 килограммов. Мартен Нотельман. У нас небольшая компания. Погрузчика нет. Поэтому мне приходится грузить их вручную. Современные дальнобойщики не такие сильные, как хотелось бы. У нас сидячая работа, как у офисных работников. Только у них есть возможность вечером ходить в спортзал, а у нас нет. Раньше я поднимал их одной левой, но теперь они заставляют меня пропотеть. Интересно, что же новый клиент приготовил для нас? Посмотрим. Всегда что-то новенькое. Пора прощаться. Папе пора ехать на работу. Его жена Юханна и дочь Карлотта остаются дома одни. Уехав утром от жены и дочки, я уже к полудню скучаю по ним. Да? Да. Папе пора на работу. Папа уезжает. На грузовике. Пока. Альбрехт. Да, это Мартин Нотельман. Привет. Доброе утро. Привет. Я хотел... Ты выезжаешь? Да, хотел узнать адрес. Конечно. Поезжай в компанию ЭСТ. Эхо Сьерра Танго. Там ты должен загрузить 12 пустых катушек для кабеля. Они займут 7, максимум 7,5 метров. Да. После этого поедешь на склад в Гамбурге. Загрузишь 15 поддонов и отвезешь их в Берлин. Да. До связи пока. 10 часов утра. В 200 километрах к югу водитель Пит Хакман уже в пути за рулем бетономешалки. Добро пожаловать в ад. Он крутит баранку более 30 лет. Долгое время Пит занимался международными перевозками. Но сейчас 51-летний шофер трудится в Эмсланде, в очень специфичной отрасли. Я занимаюсь доставкой бетона в данном регионе. Пит Хакман. Чаще всего мне приходится ездить по шоссе Б-70 в направлении Папенбурга. Мы мотаемся туда-сюда целый день. Принцип такой. Нам звонят со стройки, заказывают бетон, мы загружаемся и трогаемся в путь. Машина висит около 32 тонн, так что мы подыскиваем дорогу попроще. Мне совершенно не страшны ямы. Подумаешь, парочка выбоин. Вот, кстати, одна из них. Гораздо хуже, если весь день приходится крутиться по деревушке. Такого шофера, как я, который поездил в свое время по Европе, это раздражает. Посмотрим, сможем ли мы сюда втиснуться. Эй, это еще что такое? Сейчас я замешаю бетон до нужного состояния. Для этого в него добавляют пластификатор. Засыпав его туда, я оставляю бетономешалку крутиться 5-10 минут, чтобы добавка успела подействовать. Строителям не нужна лишняя возня. Им важно, чтобы привезенный бетон тек как следует. Здорово, как сам? В норме? Да, а ты? В порядке. Скукотища, как обычно. Не знаю, чем себя занять. Да, все как всегда. Ну что ж, поздравляю. Все, я открываю. Хорошо течет, правда? А теперь мне пора. А то начальник позвонит и разорвет меня на части. Ладно, счастливо. Да, пока, пока. Где-то лет до 30, 35 ты отдаешься работе. Потом лет в 40 думаешь, какой же это отстой. А в 50 тебе уже наплевать, меня уже ничто не раздражает. Да и с какой стати? В одной церковной книжке говорится, что каждый день нужно проживать как последний. Я не хочу злиться в свой последний день. Да и не вижу причин. Андреас Шуберт тоже не хочет раздражаться. Но загрузка занимает больше времени, чем ожидалось. 11 часов утра. Наконец он трогается в путь. Ему нужно доставить 24 тонны древесины через перевал Бреннер. Ему уже известно место доставки. Оно находится в горах Сан-Марино. Ему предстоит проехать еще 500 километров. Но Шуберт не может ехать быстро. Повсюду ограничения скорости и камеры. А дорога здесь двухполосная. На перевале Бреннер скорость грузовиков ограничена 60 километрами в час. Андреас Шуберт. Это ограничение не касается туристических автобусов. Они могут топить под сотню. Вот этот. Сразу три автобуса. Я везу древесину, а у них внутри по 55 детей. Заставляет задуматься. Наверное, так и должно быть. Но лезть в кошелек приходится даже не превышая скорости. Независимые перевозчики вынуждены платить на каждом углу. У меня стоит вот эта штука. Она называется телепасс. Сейчас будет сигнал. И я стану беднее на 27 евро. Они будут списаны с моего счета. Сеньор Берлускони или сеньор Монти будут счастливы. Смогут заплатить за услуги юных барышень. Сейчас дальнобойщики уже не могут ездить, как хотят. По крайней мере, не здесь. Их передвижение происходит строго по часам. Время на езду и отдых регламентированно. И нарушение правил может дорого обойтись. Сейчас я должен остановиться на 45 минут. Цифровой тахограф показывает, что я уже еду 4,5 часа. Необходима остановка. Она должна продлиться не менее 45 минут. Затем я смогу ехать еще 4,5 часа. Немного подремлю, чтобы восстановить силы. Потом выпью кофе, старого доброго итальянского кофе и двинусь дальше на юг. Продолжу путь. Дорожные ковбои. Пол двенадцатого утра. Мартену остается только мечтать о небольшом отдыхе. Логист нового клиента подгоняет его. Наконец он приехал к месту загрузки. Здесь он должен забрать 12 катушек для кабеля. Как и любой другой груз, их необходимо хорошо закрепить. Проще сказать, чем сделать. Эту катушку вперед или куда? Мартен Нотельман. Как вы обычно их грузите? Я никогда не имел дела с катушками. Он сказал, их нужно положить без понятия. Иначе они будут кататься. Я могу положить их на бок, но их доставили вот в таком виде. Но если мы положим все 12 вот так, то... Он говорил, что нужно уместить их в 7 метров. Тогда поставим их рядом. По две. Вот так. Раз, два. Вот так. Нет, нет, так их не закрепить. Загружай, а я их разверну. Поставлю вот так, и тогда смогу закрепить. Можешь подвезти ее поближе подъемником? Спасибо. Давай-ка. Нет. Я представлял себе это иначе. Да уж. Вот для чего мы в детстве играли в Тетрис. Теперь мы складываем катушки. Это Нотельман. Да, привет. На первой точке все. Пришлось поиграть в Тетрис. Ты играл в Тетрис? Да, пришлось поиграть в Тетрис. При загрузке. А, из-за катушек. Точно. Я уложил все компактно. Развлекаешься, значит. Скажи мне второй адрес. Нужно доставить 14 поддонов в Альди. Да. Адрес Гамбург, 22-113. Мартану предстоит загрузка товара для сети супермаркетов. И там сорит настоящий хаос. Толкотня, как в автобусе в час пик. Тут все паркуются, словно идиоты. На этой точке ему придется потрудиться. Причем изрядно. 12 тонн томатной пасты. Торговым сетям, чем дешевле, тем лучше. Они экономят на рабочих, и водитель вынужден грузить все сам. Но все, мы закончили. С бумагами разобрались. Теперь едем на юг. Четыре часа дня. В Эмсленде водитель бетоновоза Пит уже едет на следующую стройку. Вот она. Нормально. Белый грунт наверняка мягкий. Надеюсь, мы тут не застрянем. Придется подъезжать с разгоном. Вот так. Так в Индии поля поливают. Если каменщики краснеют от напряжения, значит бетон что надо. Как вам? Сойдет. Я беру с собой лопату с 10-метровым черенком. Пит Хакман. Чтобы уж точно не работать. Да. Тяжко, наверное, вот так целый день. Да. Я могу научить вас управлять этой штукой, и тогда буду просто подъезжать и спать в течение следующего часа. Ну уж нет. Ладно, я поехал. Куда сейчас? Да кто его знает? Только на этот раз уехать не так легко. Не могу выехать. Застрял, черт возьми. Да, похоже, увяз. Застрял в песке, и на автомате даже с блокировкой. Отсюда не выбраться. Я же вам говорил, есть стройки с хорошим подъездом, а есть стройки, куда вообще не подъедешь. Здесь еще не так плохо. Если они меня чуть откопают, я выйду. Пожалуй, хватит, да? Да, перед колесом ничего нет, должно получиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Очередная порция бетона доставлена. Отстойное место. Я рад, что выбрался оттуда. Ах, я... Ну что ж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андреас Шуберт едет на юг. Но по закону ему осталось ехать совсем недолго. Скоро он будет обязан закончить свой рабочий день. Сегодня он не доберется до пункта назначения. Рабочий день Нутремана тоже близится к концу. Сегодня он заночует на любимой стоянке для грузовиков. Впервые я побывал на стоянке грузовиков Берга еще в детстве с отцом. Я здесь частый гость. Иногда бываю раза четыре в неделю. Дешевый душ, вкусная еда. Однажды, приезжая в Магдебург, я обнаружил, что забыл дома бумажник. Мартин Нотельман. У меня были срочные документы, которые нужно было отвезти в Мюнхен. Мне пришлось ехать дальше на юг без гроша в кармане. И одна симпатичная официантка одолжила мне 50 евро, а через неделю я их вернул. Без проблем. Здесь всегда помогут в случае трудностей. Восемь часов вечера. Самое важное – это душ. Я стараюсь принимать душ хотя бы раз в день. Иначе от меня будет вонять. Доброе утро, Хат. Вкусно пахнет. Я уже проголодался. Где мои носки? Если я забыл положить носки, это полный отстой. Я же брал их. Нет носков, поверить не могу. Я же помню, что брал их. Держал в руках. Странно. Я держал носки в руках и помню, что клал их. Куда они делись? Супер. Ладно, разберемся. Куплю носки здесь. Надеюсь, найдется мой размер. Простите. Доброе утро. Здравствуйте. У вас есть носки? Да. Вот на этом ряду справа. Хотя нет. Слева. В самом низу. На них указаны размеры? Да, указаны. Вам нужны тонкие носки или толстые? Лучше толстые. И черные, да? Да. Есть черные и белые. А вот эти с полосой от пота. Отлично. Полоса от пота? Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Дорожные ковбои. Для дальнобойщиков хозяйка этой стоянки, Сабина Книбаум, словно вторая мама. Она здесь выросла и переняла образы правления стоянкой у своих родителей 20 лет назад. Каждый день она вкладывает всю душу в заботу о шоферах. Наш девиз «Твой дом вдали от дома». Сабина Книбаум. Многие водители пишут на нашей страничке в фейсбуке или на нашем сайте, что все так и есть. Конечно, если человек приезжает к нам впервые, у него завышенные ожидания. Он думает, что мы встретим его у въезда с воздушными шариками. Но это не так. Мы рады видеть гостей, стараемся быть вежливыми. Готовим вкусную пищу. Что хорошего, если клиент жалуется на невкусные котлеты. Котлеты, жареная картошка и сосиски подаются здесь круглосуточно 7 дней в неделю. Персонал старается, чтобы гостям было максимально комфортно. Мелани Рорбек. Тут здорово. Сейчас около половины шестого. Примерно к семи часам тут будет все забито. И так до девяти-десяти часов. Тут уютно, и дальнобойщики любят посидеть здесь. Внимание и доверие – вот что так ценят здесь мужчины. Приятно поболтать минут 10. Пусть даже мы незнакомы, но мы говорим о вещах, которые обычно не рассказываешь незнакомцам. И поэтому мне здесь очень нравится. Конечно, бывают и посетители в дурном настроении. Карла Штраубе. Это нормально. Со всеми бывает. Иногда у нас тоже бывает плохое настроение. Водители тоже люди. Если повезет, нам удастся приободрить и порадовать их, поднять им настроение. И тогда шофер отправляется в дорогу с легким сердцем. Это тоже искусство. Да. Хозяйка Сабина часто сидит за задним столом с дальнобойщиками. Мартен Нотельман тоже здесь. И у него есть предложение. А как насчет ванны? Лучше всего двухметровую. В касселе на стоянке для дальнобойщиков есть ванны. Платишь 4 евро и можешь принять ванну. Это здорово. Да, но только к чему все это приведет? Да, потому что придется нанимать банщицу, чтобы мылить водителем спины. Так вот, для чего тебе ванна. Вижу, вас увлекла эта идея. Сабина чудесная женщина. Она находит время для всех разговаривать с каждым, даже когда у нее много дел. И просто нет слов. Я даже не знаю, что сказать. Точно. Пол седьмого утра. Следующее утро в девятистах километрах южнее. Как и ожидалось, Андреас Шуберт не смог добраться до пункта назначения вовремя и переночевал рядом с кафе. Уже расцвело, ему нужно поскорее проснуться. Что рано встает, тому Бог подает. Красив рассвет. Шикарный. Мне стало чуть лучше. Хотя голова все еще болит. Андреас Шуберт. Сейчас приму душ и буду... в полном порядке. Туалетные принадлежности. Фирменная футболка компании Шуберт. Это важно. Доброе утро, сеньора. Бонджорно. Спасибо. Пожалуйста. Милет. Предо. Продолжение следует... Ну вот, я снова красавчик. Никаких следов от дезодоранта. Отлично. Только на голове бардак. Сейчас моя скания прогреется, и мы поедем дальше на юг. Но недалеко, примерно 40 километров, до Речоны. Там меня ждет встреча с клиентом, его я еще не знаю. Потом будет разгрузка. Посмотрим, как все пройдет. Но как бы ни прошел день, кое-чего у Андреаса точно не будет. Компании. На этой работе нужно любить одиночество. Некоторым необходимо болтать целый день, казаться важным, что ли, не знаю, менеджером, например. Им нужно проводить презентации, они находят в этом свое призвание. Смысл жизни. А для меня главное в жизни – ездить. Вкусно есть и водить. Хороший грузовик. Для меня это важно. Да, все люди разные. Через 550 метров круговое движение, второй съезд. Внимание, круговое движение, второй съезд. Ужасная развязка. Типичная для Италии. Очень узко. О, нет. Будет любопытно. Полное безумие. Если тут окажется второй грузовик, мы попали. Я не проеду, даже если там будет еще одна легковая машина. Придется ждать, пока они проедут. Поворот на 90 градусов направо. А потом сразу же налево. С ума сойти. А тут еще и велосипедист-самоубийца. Давай же. Они все самоубийцы. Идет перерасчет маршрута. Развернитесь. Заткнись, ступица. Судя по GPS, мы на месте. Но тут ничего нет. Тут нет ни души. Вот, блин. Тут что-то написано. Адриа Леньо. Значит, нам сюда. Просто здорово. Грунтовая дорога. Глубокие ямы. Адриа Леньо. Грунтовая дорога. Грунтовая дорога. Большинство итальянских клиентов — приятные и вежливые люди. Но здесь всё, как правило, затягивается. В Италии на всё уходит чуть больше времени, чем в любом другом месте. Немецкие торговые сети не считают дальнобойщиков за людей. В особенно крупных сетях обращаются так, словно мы грязь из-под ногтей. Это одна из основных причин, по которым я занимаюсь международными перевозками. Мне не хочется копаться в нашей внутригерманской грязи. Работа в Рури — это просто ужас, а жить там ещё хуже. С меня хватит. Меня туда теперь не затащишь. Ни за что. Дорожные ковбои. Десять часов утра. Мартин Нутельман по-прежнему ездит только по Германии в условиях постоянного давления. Вот, блин, мы проехали. Как дела? Уже привёз. Мне нужен следующий адрес. Не вздумаю уходить направо, недоумок. Обычные сложности работы дальнобойщика — это одно дело. Но у Мартина есть и другая проблема. В дороге я постоянно нахожусь под наблюдением. Это тотальная слежка. И чем дальше, тем хуже. Нас контролируют при помощи цифровых тахографов. Если я еду быстрее 90 км в час, больше полуминуты… Мартин Нутельман, например, потому что не заметил этого на спуске, то он выдаёт код ошибки, которые я тут же должен подтвердить. И они сразу же видят это, потому что тем самым я признаю нарушение. На автобанах стоят камеры, считывающие номера, плюс выборочные полицейские проверки. В такие моменты понимаешь, что вся романтика работы дальнобойщика ушла в прошлое. Наш труд больше не ценится. Мартин словно предвидел это. За несколько километров до следующей точки в Берлине его настигла полицейская машина. Полицейская машина пристроилась впереди, а не требует, чтобы я следовал за ними. К счастью, нам нужно свернуть как раз сюда. Посмотрим, что им нужно. Водительские права? На тягач? На прицеп? Конечно, если есть. Да, есть. Они вот здесь. Карту дать? У вас были выходные в последние 28 дней? Отпуск, больничный. Да я сам себе хозяин, я не езжу каждый день. При каждой проверке водители должны предоставлять полные данные о том, что делали в последние 28 дней, когда и куда ездили. Должны быть учтены даже отпуск и больничные. Пока один из полицейских проверяет данные с контрольной карты Мартона, его коллега смотрит, надежно ли закреплен груз. Они закреплены спереди и сзади. Растяжки держатся на четырех больших болтах с каждой стороны. А сколько их нужно для каждой такой штуки? Не знаю, я получил этот прицеп на этой неделе и впервые перевожу катушки. Ребята показывали мне, как их нужно закрепить. Снизу нужно класть противоскользящую подложку. А потом прикручивать, да? Да. В следующий раз буду знать. Вы должны это знать. Да, но когда в первый раз едешь... Вы же проходили курсы по правильному креплению груза? Да. Вы их проспали? Мартон всегда с радостью готов выслушать совет полицейского. Но итог один. Много шума из ничего. Груз был правильно закреплен, а данные на смарт-карте оказались безупречными. Полиция проверяет нас примерно раз в неделю. Постепенно понимаешь, как общаться с ними. Полдвенадцатого утра. Андреас Шуберт находится вдали от всей этой суеты и постоянного напряжения. В Италии все происходит неспешно, в том числе и разгрузка досок. Что ж, в такие минуты Шуберт любит поболтать с симпатичными дамами. Как у вас идут дела? Не очень. В Италии сейчас кризис. Да, дела плохи. Но Ангела Меркель... Ангела Меркель наверняка поможет Италии. Посмотрим. Я общаюсь с представителями многих здешних компаний. У всех сейчас тяжелые времена. Да, многие закрылись. Смотрите, вокруг пусто. Все позакрывались и продолжают закрываться. Все плохо. Но что нам остается? Что делать? Бороться. Да, пожалуй, больше ничего. Доброе утро. Когда уже будут готовы бумаги? Доброе утро. Понять не могу, почему опять так долго возиться с бумагами. Хорошо. Всего доброго. Спасибо. Приятного вечера. Чао. Ну все, поехали. Поехали отсюда. Нужно включить вентилятор. Я вспотел, как свинья. Четыре часа дня. Водителю бетоновоза Питу остается только мечтать о дальних поездках. На него вновь нахлынули воспоминания. Иногда я думаю, а ведь ты бы мог быть сейчас где-то еще. Ехать по Марракешу, Испании или Мальорке. Я бы мог поехать туда и купаться в солнечных лучах. Дальнобойщики, которые часто ездят на юг, всегда загорелы. Их жизнь хороша. Когда здесь было несколько недель уныло и сыро, я просто проезжал пару сотен километров на юг, и там наслаждался солнцем. Да что я говорить. Жизнь прекрасна. Отлично. Так, пора выезжать на магистраль. Пита захватила жажда приключений. Неудивительно. Ведь многие годы он возил грузы по всей Германии. Во Францию, Испанию и даже Марокко. Мне всегда хотелось просто сесть за руль и ехать. У меня никогда не было потребности обязательно ночевать дома. Для меня дорога — это и есть главная цель. Я люблю ездить на грузовике. Всем, кто обожает крутить баранку и не слишком-то привязан к дому, могу дать совет. Садитесь в грузовик, и вам откроется потрясающий мир, потому что это и есть целый мир. Пять часов дня. Ближе к вечеру, когда другие люди возвращаются домой, ты тоже начинаешь скучать по семье. Йоханна рассказывала мне по телефону, что по вечерам, когда наша малышка играет где-нибудь на полу, стоит ей услышать какой-нибудь звук у двери, она выглядывает и спрашивает, «Папа?» Она высматривает меня, а мама говорит, что меня нет. И я приеду только в среду или на выходные. Режим сна у меня сбит. Я просто закрываю глаза и отрубаюсь. Я могу спать днем, ночью, утром, вечером. Это не проблема. К этому привыкаешь, и теперь это меня уже не волнует. Когда спишь в грузовике, ощущения такие, словно ты в походе с палаткой. Тут есть все необходимое, телевизор и интернет. Чего еще желать? Разве что оказаться дома. Ты еще не дома? В Ренсбурге. Ты в Ренсбурге? Не можешь сейчас говорить? Я на конференции, хотела написать тебе сообщение, но забыла. Хорошо. Позвони мне, когда будешь дома. А, ты еще не будешь спать? Часов около десяти. Так поздно? Не знаю, все равно набери. Хорошо. До скорого. Пока. Люблю тебя, пока. Пока. Да, не повезло. Йоханна сейчас на конференции и не может говорить. Она позвонит мне, и мы поговорим, если я еще не буду спать. Я не буду спать. Шесть часов вечера. С унылыми немецкими стоянками для дальнобойщиков Андреас Шуберт распрощался навсегда. Я сам себе начальник и могу позволить себе работать свободно. То есть возить грузы только туда, куда хочу. Андреас Шуберт, если у меня не будет этой возможности, я могу все бросить. Я сам себе хозяин. В основном я вожу грузы в Италию. Пока все идет отлично, и мне удается следовать этому правилу. И все равно моя работа – это постоянный стресс. Я целыми днями на телефоне и за рулем, а по выходным у меня куча работы в офисе. Замена колес, возня с бумагами. Поэтому вот такие минуты расслабления просто необходимы. Что ж, удачи тебе, дорожный ковбой. Увидимся на дороге. Программа озвучена студией SDI Media. Текст читал Владимир Рыбаченко.